Предложения России и Запада по Арцаха азербайджанскому урегулированию можно совместить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, НКР, Давид Бабаян. Что же касается предложений Запада и России, думаю, что можно их совместить. Ведь есть еще философский, гуманитарный аспект проблемы. Любая попытка включить Арцах в состав Азербайджана приведет к геноциду. И ответственными будут все, кто этому способствует. Тем более для демократического сообщества включение демократического Арцаха в состав тоталитарного государства, коим является Азербайджан, станет однозначно позорным явлением, сказал Бабаян. Между тем он заметил, что Арцах не против нормализации армяно-азербайджанских отношений. Но позиции Баку и Анкары, а также ряда геополитических силовых центров сводятся к тому, что подобная нормализация означает аннексию Арцаха со стороны Азербайджана и фактическое признание данного. Факта со стороны Армении. Это недопустимо, поскольку в действительности это станет катализатором опаснейших тенденций, о которых я уже говорил. Поэтому если и состоится хоть какое-то вычерчивание этих отношений, то это не должно происходить за счет Арцаха. Иными словами, Арцах не может быть и никогда не будет частью Азербайджана, пояснил глава МИД-НКР. На его взгляд, в сложившейся ситуации альтернатива только одна, как Арцах, так и все армянство должны твердо стоять на своих принципиальных позициях, чтобы преодолеть нынешние вызовы. Надеяться на добрую волю Азербайджана не приходится. Нет идеологического мира. Мир — это военно-политический, геополитический баланс. Будет этот баланс, будут стабильность, относительный мир, считает он. Затем он коснулся звучащим со стороны Баку требованиям о выводе российского миротворческого контингента. Если провести мониторинг азербайджанских СМИ, в них звучит жесткая антироссийская риторика. В турецком и азербайджанском информационном пространстве России фактически объявлен газоват. Прямо заявляется о выводе российских миротворцев из Карабаха. Только при подобном развитии событий Баку и Анкара будут в состоянии осуществить свои экспансионистские цели. Между тем, мы весьма заинтересованы, чтобы российское присутствие в Арцаю было бессрочным. То есть чем дольше они останутся, тем стабильнее и крепче будет мир в регионе, — заключил Дават Бабаян.